мы снова с вами друзья в аэропорту сан-франциско сегодня это у нас второй заход мы здесь были днем а сейчас вечером около 10 часов вечера может быть 9 я уже потерял ориентацию мы встречаем тахира который приехал из баку и он сложно ехал расскажите вы ехали баку здравствуйте сначала дорогие видите силиконом валий меня зовут аэр я значит прилетел из баку через лондон нью-йорк и сан-франциско дорога заняла в общем 24 часа полете был 20 я понял а то я там по надписи будет описано тахир вы думаете тахир и тахир а таир мне как раз понятно это это имя знакомое да тахир когда еще в советское время в школе говорили тахир иначе вместо эйч говорили вот такие поэтому обычно в русском языке потому что отсутствует эйч говорили тахир тахир окей да вот упаку вас когда вы так же тахир тахир хорошо так вы что грин карту выиграли значит грин карту мы выиграли вот тысячи девятом году приехали 2010 оставались штате мэри лонд а вас много семья большая семья значит большая три сына сейчас они папу ждут чтобы я устроился если терпением ждут чтобы приехать так вы по английски ты как по английски неплохо я сам закончил институт языков в основном нет основной язык немецкий английский нормально нормально а чем вы занимались баку баку я работал руководителем мастерской генерального дистрибьютора mercedes-benz в азербайджане так как вам годиков значит у меня сорвала молодой совсем те же так значит так план какое действие вот вы прилетели значит сначала устроиться обосноваться осмотреться и быстрыми темпами организовать чтобы привести семью то есть это связано с выходом на работу да или как вы с выходом на работу конечно будет зависеть и от меня насколько я быстро освою а почему вот вы так приехали пожили потом уехали что-то не сложилось там были в индивиду первый год мы прожили все было нормально я устроился на работу там на фирме mercedes работу месяцев 10 и мы так решили что через год вернемся домой и решим окончательно нам жить в америке или оставаться ну дети привыкли где сюда конечно привыкли старшие значит старшим исполняется тринадцать он пойдет восьмой класс в шестой класс а вот скажите по вас такую вещь я как бы далек от понимания там азербайджанских реалий но вот например в россии есть такой момент что когда мальчик подрос скажем он в армию идет многие родители болезненные к этому относятся в азербайджане тоже обязательный призыв и там как как это произойдет обязательный просто сейчас после того как все республики разошлись из того что что безработица некоторая у нас есть города да очень много после армии то конечно принудительно но после армии не могут устроиться на работе на работу как раз у меня полный килограммов 30 с вас не брали за перевес там брали я не ожидал а это где вам упаковали все заку и вот так вот вот в этом синеньком и есть ну вот в мерседесе я проработал 10 месяцев их не очень нормально даже часовая оплата повышала прилично вас перед часовая была начале 20 потом повысили до 23 неплохо сушите я должен утеплиться холодно уже вечером мы грузимся наш иммигрантовоз и потихонечку сейчас кнопочку нажмем давайте yes отправляемся в относительно новую как бы версия 2.0 ну что же мы прибыли на место это не каменные джунгли Америки ну такие как бы сказать не каменные вот фанерные джунгли Америки первые несколько людей значит у нас Таир здесь поживет у наших студентов тут семья где бывший наш студент он сейчас работает и его жена сейчас учится вот они согласились любезно дать в приют можно сказать Таиру пару слов ребятам на форуме и те кто смотрит спасибо огромное за как встретили меня очень я постоянно читал форум очень мне помог помог этот форум при приезде в Америку на интервью при устройстве на работу когда я ходил на интервью желаю всем как говорится выиграть грин карту приехать в Америку и осуществить свою американскую мечту спасибо спасибо спасибо